Видите, интересная тема, да? Чувство собственного достоинства. Такая энергия, которая окружает судьбу человека. Если она пошла вниз, судьба тоже пошла вниз. Ну, то есть, все становится плохо в жизни. Человек говорит, Олег Геннадьевич, у меня какой-то плохой период идет, у меня все рушится. Я говорю, вы просто унижены. Она говорит, ну да, и что, из-за этого все рушится? Да, из-за этого. А что делать? Вот, нужно понять, что когда человек унижен, это значит, его вера, она неправильно работает. То есть, надо верить только в Бога. Когда человек верит в Бога, он всегда, его чувство собственного достоинства встает на место. И нам всегда не хватает только веры в Бога, потому что мы всегда от всего зависим, понимаете? Мы даже от воздуха зависим. Не от воздуха я задыхаться начинаю, становлюсь униженным. От пищи, от работы, от мужа, от детей, от жены. Мы от всего зависим в этом мире. Но когда человек сильно концентрируется на Боге, то вот эта святость, чистая энергия, она орошает его чувство собственного достоинства. И он становится сильнее всего, что его окружает. То есть, Бог дает человеку такую силу, что он со всем справляется, и поэтому он перестает беспокоиться обо всем. И это означает правильная работа, чувство собственного достоинства. Человек спокоен, потому что он знает, что он победит, у него все будет хорошо. Это можно знать только если ниточки очищены вот эти. Если ты теряешь, допустим, муж уходит другой, ты ему говоришь, ну и уходи. Он говорит, спасибо, я и хотел от тебя это услышать. И ты видишь, что не помогло как бы. Потом ты ему говоришь, нет, не уходи. И он говорит, видишь, я лучше тебя. Ты от меня зависишь, ты меня держишь, потому что я хорошая, ты плохая. Поэтому я ухожу. Что бы ему не сказать, всегда он тебе скажет, и ты будешь неправ. Потому что он уходит, а ты остаешься одна. Но тебе в это время не надо ему ничего говорить. Нужно просто начать молитву, потому что так испытывает тебя Бог. В этом мире следует знать, что ты только и Бог вместе живете. А все остальное это его, ну как бы экзамен по отношению к тебе. Все эти люди, которые тебя окружают, они просто олицетворяют твою судьбу. Один человек меня спросил, Олег Геннадьевич, вот вы всем рассказываете про судьбу. Я хочу, чтобы вы мне ее показали, одна женщина. Ну всякие будут желания по отношению ко мне. Я говорю, сейчас покажу, вставайте. Она такая встает. Я говорю, закрывайте глаза. Ой, как интересно. Я говорю, вспоминайте своего мужа. Ой, вспоминаю. Мама вспоминаю. Папу вспоминаю. Вот вспоминайте начальника на работе. Так, всех вспомнила. Я говорю, вот все, это и есть ваша судьба. Она говорит, как это и есть мои родственники? При чем тут судьба? Я говорю, это не ваши родственники. Это ваша судьба. Потому что если бы вы поменяли свою судьбу, отношение к вашим родственникам у вас было совсем другое. Ну то есть через ваших родственников к вам идет ваша судьба. Причем интересно, когда судьба хорошая, хорошее отношение. Но когда она становится хуже, отношения тоже портятся. И человек не виноват. Виновата судьба. А судьба это делает, потому что мы это заслужили с прошлого. Когда этот человек знает, он становится мудрецом. Понимаете? Ну то есть почему мы так страдаем? Потому что мы не понимаем за что. Ну не надо даже думать об этом. Есть за что точно, я вам точно говорю. Я исследовал на многих людях, уже 30 лет читаю лекции. Точно есть за что, 100% мои дорогие. Поэтому не беспокойтесь об этом. Когда человек понимает, что есть за что, он успокаивается сразу. Не верите? Я вам сейчас докажу. У меня был такой интересный случай, прям очень показательный. Один мужчина, прямо с женой пришел. Интересный такой случай. Очень хорошие люди, мне понравились. Он такой говорит, Олег Геннадьевич, от меня жена начала мне изменять. Вот эта вот самая жена вот со мной стоит. Я молился, как вы говорите, в лекции. И вернул эту жену свою. И она раскаялась, перестала мне изменять, раскаялась, вернулась ко мне, Олег Геннадьевич. Но есть одна проблема. Я, говорит, не могу ее простить за то, что она так поступила. И я ему говорю, сейчас я прямо вам решу эту проблему, прямо простите, прямо сейчас. Он говорит, да, Олег Геннадьевич, давайте, пожалуйста. Но только я сказал им, вот все, что я скажу сейчас, это не про вас. И смотрю прямо ему в глаза и говорю, очень просто простить человек. Бывает так, что один человек, допустим, видит измену своего близкого человека, но сам при этом изменяет тайком. И когда измена того человека вскрывается, он как бы мечом справедливости рубит его, этого человека. Я говорю, не про вас, говорю, вообще в целом. Вот. Но когда его грех вскрыт, он сразу успокаивается и все, никаких претензий нет никому. Этот мужчина говорит, спасибо, Олег Геннадьевич, мне уже лучше. Видите, мы свои поступки так очень уважаем, да, любые. Так хорошо к ним относятся, ну так судьба сложилась, что так сделано. И вообще это было так классно. Ну так, между нами, Олег Геннадьевич. Понимаете, да? А вот она! Может, они тоже классно были, откуда ты знаешь? Ну, то есть, понимаете, да, о чем я говорю? Мы себя очень сильно любим, и поэтому нам трудно понять, за что. Я же такой хороший. За что вот мне все, судьба это делает? Но точно вам говорю, есть за что. 100%. Поверьте просто мне. Если вы поймете, вам легче станет. Потому что человек больше всего страдает не от трудностей, а от того, что ему кажется, что это несправедливо, что эти трудности возникли.